Чтобы быть успешной, любая политическая система должна отвечать требованиям и вызовам современности, потому на определенных этапах нуждается в перезагрузке. Сегодня этот вопрос один из ключевых, так как наша страна находится на пороге важного события – референдума. С этого и начал встречу с активом Брестской области председатель Брестского областсполкома Юрий Шулейко. Во всей республике проходит активное обсуждение проекта Конституции референдума. Так сегодня граждане, в том числе мы, Брещина, воспринимаем данную политическую ситуацию. Что, какие изменения сегодня в Конституции, которые затронут права граждан, какие мы получим гарантии и как мы сможем провести одно из главнейших мероприятий страны – это наш референдум. Еще в марте прошлого года в нашей стране была создана комиссия, которая была поручена разработать предложения по изменению основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Конституция для каждого гражданина, потому мнение каждой социальной группы должно быть услышано. На этом акцентировал внимание первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков. Если брать проект той Конституции, который вынесен сегодня на всенародное обсуждение, конечно, я думаю, что для разных слоев нашего населения имеют интерес совершенно разные его структурные части. Естественно, наша нацеленность на социальное государство, социальные гарантии нашим гражданам – это та вещь, которая, наверное, больше всего интересует общество, которое, значит, завязано в этом процессе. Многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей, молодежь наша, да, это тут же и система здравоохранения, система бесплатного образования, и, конечно, для них очень важно сохранение данных положений в Конституции. И это еще раз подтверждает высокий интерес к теме предстоящего референдума у студентов Брестского государственного университета имени Пушкина. На встречу по обсуждению нового проекта Конституции они пришли с вопросами и предложениями, предварительно ознакомившись с опубликованным документом. Поправки о патриотизме и развитии патриотизма среди молодежи очень правильные, и я согласен с ним. Я знаю, что будет целая отдельная глава, которая будет посвящена политике молодежи, и в целом молодежи как определенной общности нашего народа, и, наверное, это самое важное, что нас конкретно интересует, что нас напрямую касается. Сейчас очень высокая такая степень гражданской мобилизации, и люди приходят на встречу уже подготовленные, они прочитали Конституцию, есть те, допустим, положения или пункты, статьи, которые они хотят обсудить, предложить что-то свое, и это очень радует. Это не такая вот лекция, когда кто-то приехал из Минска и доносит свою позицию. Нет, мы хотим услышать самих людей, и вот, по крайней мере, на вчерашний день уже более 4 тысяч таких обращений поступило централизованно через систему учета предложений граждан. Мы видим, какие вопросы в первую очередь волнуют. Безусловно, граждан волнуют прежде всего новшества, которые планируются закрепить на законодательном уровне. Это и Всебелорусское народное собрание. Его полномочия, как оно будет формироваться, соотноситься с другими органами власти. Это идеологическая составляющая Конституции. Сохранение ее социально ориентированного характера и ценностное изменение. Все, что касается брачно-семейного законодательства. И если студенты – это будущее страны, то нынешние взрослые люди, работники предприятий и организаций – это ее настоящее. Поэтому уже не впервые информационная группа встречается с сотрудниками предприятия «Берестейский пекарь». Сюда пришли и представители вертикали власти и депутаты. Сейчас эти информационные группы проводятся по всей республике. В городе Бресте тоже, скажем так, ежедневно выезжают сотрудники госполкома, администрации, депутатский корпус, наши парламентарии. И доводят кратко трудовым коллективам информацию о изменениях, которые предлагаются для отсутствия на референдуме, который пройдет в феврале месяц. Когда-то референдумы будут еще раз озвучены дополнительно. Поэтому мы сейчас тезисно, кратко, для общего понимания обозначим изменения, которые затронули текст самой Конституции и основополагающие какие-то моменты. «Цель сегодня и моя, и всех, кто будет участвовать в донесении информации до коллектива по изменениям Конституции, для того, чтобы люди, во-первых, высказались, я повторюсь, и, во-вторых, чтобы они пришли на референдум и именно приняли правильное решение, как нам дальше жить с действующей Конституцией, которой сегодня мы понимаем, что само время велит уже изменить ее, потому что жизнь течет, жизнь меняется и совершенствуется, или же принимать те изменения и дополнения, которые мы сегодня здесь рассматриваем».